Идем дальше. Продолжаем разоблачение сторонников Амир и Елистерства. Железова. Дальше идет какая-то ссылка. Я ее не открывал. Вот смотрите. Мне нравятся такие люди, потому что они не дают имать. Надо же что-то отвечать, когда это... Слово разоблачение означает, что я, допустим, мошенник. Но не обязательно мошенник. Может фантазер. Может заигрался, так сказать. Особенно вот на таких вещах. Знаете, как легко заработать хохот по академическому дару. Но на эти обвинения легко отвечать. Смотрите. От заложения травой земля... Это, так сказать, упреп мой адрес. Заложенные мои сады. От заложения травой земля плохо прогревается, и саженцы медленно укореняются. Вот. Ну, я не знаю, где, кто, когда саженцы... Это... На заложенной... Выращивал на заложенной траве. Если вы видели у меня сотни фотографий. Вспомните. Походы по моим этим... По питомнику. Чистый черный парни одной травинки. Так что это он, конечно... Наверное, она плохо прогревается. Но я тут при чем? Не знаю. Сергей Железов ни при чем. Потому что... Действительно, земля чистая, голая. И хорошо прогревается. Тут Ассур, конечно, не попал. Ладно. Тут уж я не мошенник. Абрикосы легче нормировать. Вспоминаю Мисаеву. Чем привать. Ну, слово нормировать я не понял. Для меня... Нормировать это слово норма. Слово норма это значит что? Нормально, когда они не привиты. Я согласен. Легче. Если имеется ввиду, что... Выращивать легче. Я как бы перевожу нас как понимаю. Нормально они должны развиваться. Лучше, чем привитые. Я всегда говорил. Не отнимите от меня эту фразу. Любой привитый сальвис это калека. Да. Это калека. Это срочные две половинки. Поэтому я согласен. Легче нормировать. Но тем не менее. Хотите иметь плоды такие, как у меня. Будете привать как миленькие. Это то же самое, что это. Это можно сколько сравнить. Вот. Захотел кто-то это... Жить. Живее выращивай. Это самое там... Сады, фрукты, овощи. Пожалуйста. Ну правда время от времени тебя все это отнимает. Вот охотитесь, построй корабль и плыви туда, где это. Все лучше, все крупнее, возможно. И золото есть. И все. Вот. Не хотите, не прививайте. Я тут при чем. Вот. Но без прививки вы таких абрикосов, сливов, вишен не получите. И даже яблони. Представляете, вы берете яблоко моё, 500 граммовую, или 500 граммовую грушу. Даже они взять, семечек. Что из этого вырастет, даже я не знаю. А привил, точно такие же будут. А бывает и крупнее. Следующий пункт, это страшная ошибка тех, кто занимается карликовыми подвоями. Карликовый подвой подразумевает не просто карлик. Вот у меня, например, есть полукарлики. То есть, я в лесу беру, выкапываю корневой отводок яблони. Называется сибирки. Вот. И переношу к себе. У них центрального корня нет. Корни, конечно... То есть, вырастает. И даже очень большое дерево. Я вам чуть ниже покажу такое дерево. Но, тем не менее, назовем их уже полуросликами. Они не такие огромные, как сиенцы вырастают. А именно карликовый подвой подразумевается новое направление. Оно пошло с самого юга, дошло до России, стало нашим проклятием. Поэтому у нас никогда своих яблок не дождится. Объясняю, почему. Значит, карликовый подвой – это палка, воткнутая в землю. И обросшая искусственными корнями. Центрального корня нет. Есть просто комок, они на змей похожи. На таких змей противных. Комок этих самых корней, которые могут вырасти на полметра, до метра. И на метр, даже на двух вырастет привой. А откуда берется эта палка? Эта палка, она даже не из дикого яблони берется. Это ветка, которая берется просто. Ну, растет у нас в России. И растет, слава богу, не замерзло. Относительно морозостойкое дерево. Но берется ветка. У нее корней нет, у нее зародыша нет. Откуда вырастает нормальное дерево? Как подвой. А именно эта палка. Морозостойкость у нее предельно не назовешь. Дай бог 30. А потом, у нее есть хорошее качество. Она же берется с культурного или полукультурного дерева. Значит, на ней более роскошный сорт. Прекрасно приживется. И приживается. Но она ограничивается в росте. Это раз. И начинает на нем вырастать. Прививаем же мы не дерево. Прививаем мы тоже ветку. Ветку на ветку. А у них есть своя генетическая особенность. Ей суждено быть веткой, если бы ее не отрезали. Ветка подвойная. И ветка привойная, если бы не отрезали, чтобы друг на друга посадить. Они были бы просто ветками. Отсюда ограниченный рост дерева. А теперь смотрите, что получается. Я, например, не встретил ни одного карликового дерева, которое живет 40 лет. Почему? Потому что их даже 40 лет... Есть такое понятие, допустим, итальянское понятие. Луговой сад. Второй, третий год плоды. На четвертый год их скашивают. Потому что они перестают плодоносить. А мы все мечтаем как? Чтобы и карликовый было. И чтобы 40 лет плодоносило. Пока это кукишки уже неудобно. Я несколько раз показывал в таких случаях. Вот. Смотрите, почему? Объясняю. Даже вы мне не найдете... Живут 40 лет. Покажите. А почему они не живут 40 лет? А вот почему. А это теряется смысл. Даже если бы оно последние 20-30 лет как бы чахло и доживало свой век, не давая ничего. Так как это ветка, а не целое дерево. И у нее нет перспективы расти до трехэтажного дерева. Это же карликовое. Специально карликовое. Ну, полтора-два метра. И на фотографии красиво. Там все облеплено яблоками. На второй-третий год плодушки полностью из себя исчерпывают. То есть на плодушках больше нет почек и больше она дать не может. Ну, хорошо. Но карликовое дерево это не... Это самое. Не проклятые мной этими... Колонны, которые, по идее, веток-то боковых не должно. У нее есть боковые ветки? Она дает просто поменьше. И там снова. Следующие просто поменьше. Потом поменьше. Потом они становятся вот такие вот. И дают... Ой, чуть не показал опять кукиш. Вот. Все. Их... Закончилась их... Как ее назвать? Карьера. То есть на пятом-десятом годе на югах там той же Италии скосят. С них уже яблоки собрали много-много. Быстро и много. Дальше их... Ясно, что они перестают плодоносить. Они их под топор или как, образно говоря, под топор. А мы продаем 40 лет? Нет. Вот это не выйдет. Вот. А если вы мне присвоили... Нет. Вы знаете, как я отношусь с Карликовым подвоем? Значит, вот это продолжаем разоблачение. Тут взаимно, видите, сторонниками и сторонниками. Получается, это не мне приписывают вот эту вот фразу. А наоборот, он ее подсунул, чтобы я разоблачил как только мог. Все понятно. А Карликовые подвои, у них есть плюсы, понятно, скороплодность, там, это самое, миниатюрность, никто не хочет лезть на большое дерево, ладно. Но падают они, мать честная, как они падают в ураганные ветра, без специального, без специального крепежа, а люди нормально покупают, и просто покупают. Через 2-3 года слезы, потому что они просто падают. Эти корни, они не держат. И держать должна специальная палка, железобетонные, там, мощные палки, потом лучше бы металлические, но от них тогда замерзают корни, тогда еще лучше длинные эти железобетонные свои. Вот это судьба. Захотели Карликов? Ну, берите, сами отливайте. Доставайте где-то. Железобетонные 40 лезвий не будут, только они могут выжить. В общем, вы поняли. Это, я это называю, Калликио подвои, и, в принципе, деревья на Калликах подвоях я называю просто головной болью. Следующее. На питомнике честно, без воровства не заработаешь. Вот. Ну, почему мы пока честно с Сергеем зарабатывали? Крупный, дешевый, южный сальций, привлекательный. Нет, дело в том, что я потом ниже опять подвернется фотографии. Такие крупные, дешевые, как мои, у них они двухлеткие, а у меня однолеткие крупнее, или такие же. Поэтому тут не совсем правильно, не совсем честно. То, что привлекательный, да, потому что, я видел на рынке, даже в Саногорске, и хреновенькие продают, местные, эти авторитеты, и хреновенькие продают. Знаете, очень много саженцев, просто подпродажа, смотришь, он двухлетний, а у него просто в нет. Он уже замер, как бы окуплился, на нем есть плодовой почки, а просто в нет. Его надо выбрасывать, садить бесполезно, и платить за него бесполезно. Тут, конечно, крупное, дешевое, южное, привлекательное, я не спорю. Ну, что честно, заработать нельзя, тут это и да, и нет. Сергей, почему Железов открыл магазин? Да, он воровать не стал, то есть, тут воровство фото, а правильно, это я один на всю страну воюю, что воруют фото. А значит, обманывают людей. Фото есть? А саженцев, как на фото, нет. Вот, и тут горькая правда. Значит, Сергей не открывал бы магазин и посвятил бы себя полностью выращиванию в санкции. Вот, к сожалению, это так. Подвоем, черенки, железо в Центральной России мало подходят. Нужна совместимость, оттепили, стойкость, а не морозостойкость. Ну, главное качество черенков, железо и подвоем, это действительно морозостойкость. Тут споры нет. Вот, например, оттепили, они действительно, ну, как вам сказать, вот, у меня один пример, он настолько хорош, слов нет, я много зим провел в Кельсовской области, уже у родителей, уже будучи взрослыми, я тут только туда ездил, с Норильска, почти каждый год, да, тут то летом, то зимой, и вот несколько зим. эти зимы настолько влажные, сырые, такие, что неделями стоит, это, Новая Каховка, неделями стоит влага, прям вот идешь, на лице, влага, влажность 100%, а абрикосы растут, ну, это, а я оттуда привез, допустим, жардели, да, вот, я достал из Франции, допустим, этот самый, королевский, это тоже европейский, я достал, господи, ранее, мелитопольский ранний, вот, и еще пару сортов, и почему бы их там не размножать, в центральной России, уже ближе, хотя бы, ну, и потом, у меня как получилось, все перемешалось, восток, запад, юг, север, вот, все в одном клаконе, то есть, в одном саду, я назвал его, смешанный сад, все это перепылилось, извините, слово, более вам знакомое, не все знают слово, переопыление, знают слово, перетрахаться, они все поперетрахались, и теперь у них получилось, что, когда я беру руку, 100 косточек, вспомните, у меня есть, в каталоге, называется, ассорти номер один, ассорти номер два, ассорти номер три, ассорти номер три, то есть, со всех деревьев, собираются подряд, крупные косики, там, крупные плоды, с других все, манджурцы, третий раз китайки, четвертый раз еще, и так далее, вот, а они уже настолько, переплюлись, настолько у них, не сроднились, это не правильное слово, наоборот, получилось, как можно, максимальное количество вариантов, если 100 штук посадили, мне надо, чтобы в центральной России, кто-то брал 100 штук, и говорил, прошло 5 лет, осталось 20-30, но им-то как раз, и вот тебе, и оптепелестойкость, и совместимость, и все, эту работу, сейчас у меня пошли, письма, фотографии, я вам их каждый раз показываю, к сожалению, многие из вас, пошлют почему-то, ватсап, а я оттуда не могу, не скачать, я не знаю почему, и качество не то, я вас прошу, это нормальные снимки, моих же, моих же, этих самых, абрикосов, слив, и так далее, груш, яблони, я имею в виду, мои, это от меня получены, косточки, семечки, черенки, саженцы, вот, эту работу, не я один должен делать, помните меня, это упрекали, знаете, как, прям, взять пнуть, а почему вы не занимаетесь, и так спокойно говорит, называет какую-то тему, очередной человек, вспомните, сколько таких письм, я цитировал, а почему вы это не, а почему вы не занимаетесь, там нужно целые институты, вот, получается, надо это делать всеми миром, он неправильно написал, что мало подходит, сейчас, со всех регионов России, идут фотографии, мы с вами их будем изучать, и еще прошу вас, все многие, сейчас только много мое созревает, а в следующем году будет не просто, знаешь, что такое геометрическая, это, прогрессия, в следующем году, не в два раза будет больше фотографий, а в 10 раз, а еще год будет в 100 раз, то есть, вся Россия покрывается моими, сортами, сортобразцами, формами, вот, и оказывается, мало подходит, это, с одной стороны, вроде правильно, но не совсем правильно, потому что, еще, я специально, вот, в Ленинградской области, саренцы, залезы не переживаются, если кто-то посмотрел, это во дядю Ваню, в Ленинградской области, мы помним это по истории, Петр Первый, болото, 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 Ленинград построен на болото, и дачи давали большинство наверняка на болотах, но образно на болоте, там метра два до воды, вот, я с этим полностью согласен, ну, когда дядя Ваня специально посадил, чтобы сгноить, ну, прошу же, дядя Ваня, ну, не дурак же, вот, возьми, просто исправь название, как не надо посадить абрикосы в Ленинградской области, только название, исправь, а дальше еще пусть будет, так, как это, сколько ты дерьма туда напихал, для того, чтобы угробить саженцы, помните, я говорю, если ты выкопал вот такой колодец, всего лишь полметра, дальше вода, там, еще 10-20 до воды, вот, если туда напихал это, 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 чтобы полностью перекрыть сток воды, то, забыв, забыв, или не знаю, что вода падает с неба в виде дождя, получилось, а тут еще плотные стенки, да, а здесь рыхлая земля, над этим, над железом, над всякой дрянью, что напихал, вот, получилось, как специально, гнойник, то есть, вот здесь вот, если чуть вбок, еще ладно, там, корни они еще не достали до воды, но, по крайней мере, там еще почва может быть, когда нет дождей, по суше, а здесь специально, где он колодец, где воды 5-10, то есть, гниют они сразу, а потом мораль, что его царльница железа не приживается, когда специально, вот, ну, исправь название, я тебя прошу, но если ты мужик, вот, тут вот эти два, возможно, это его есть, потому что, видите как, вот эти, как, ролики, да, наверняка это один или два его, на свете не больше двух людей, которые мне ненавидят жутко, я в них не украл ни копейки, вот, ну, ненависть прямо брыжет, прямо слюна, ядовище, вот, их всего два на всей планете, вот, так легко стать человеком, нормальный, порядочный, ну, измени, название, я, дядя Ваня, дальше покажу, как я уничтожил, саженцы, вот, не зная о том, что, начитавшись, продолжая вот эту дебильную практику, по, самое, по, этим, по закрытию, дна, ямы, всякой дрянью, вот, и получается, что, не повторяйте мой путь, вот такое длинное, хотя бы название, видите как, и тогда окажется, что саженцы железа в Ленинградской области приживутся, ну, я бы, допустим, да, ну, так бы пусть, ну, я бы, конечно, не стоил, я бы тысячу выписал, и в конечном итоге, у меня, я бы место бы выбрал, не там же, где у него болото, там, 78 сантиметров, сам сказал, до воды, а выбрал место, где хотя бы 3-4, ну, на Акаде есть такие места, и холмы найдутся, и все, вот, и получится так, что 100 тысяч, и сразу первое место по всей Ленинградской области, 5 лет всего надо, это, это просто настолько просто, ее, не может каждый саженец выжить, садить, где не может ничего расти, вот, как дядь Ваня, ну, все, я осужд, дальше продолжайте разоблачение, я не против, вы мне дали возможность высказаться, разве это плохо, люди будут знать, что никаких 40 лет не будет, не надейтесь, и 10 не будет, а если через 10 лет карликовый подвой, плюс прививка будет жива, давай ее своими руками вырубите, она же не может развиваться, дальше у нее, все, ветка такая, следующий ярус, такая, следующий ярус, показал, вот, Продолжение следует...